Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Раз вот сегодня я уж тут хожу по принадомовой теплице, показываю всю рассаду, рассказываю всякие мелочи, нюансы. Я вот подошла к рассаде, которая у меня посеяна для выращивания в тоннелях. Хочу ее показать, потому что многие интересуются. Вот это вот у меня посев от 12 марта. Тут разные сорта, но все это толстоногие, вот такие вот. Это Настя, это Демидов, но и все сорта, которые я буду выращивать в тоннеле, вот в таком виде от 12 марта. Как видите, они коротенькие такие. Я еще раз говорю, что все эти сорта не вытягиваются в рассаде, они очень хорошо именно для такого, для массовых посевов, для массового производства, потому что у них не теряется товарный вид ни при загущенном посеве. Вот видите, куда уж еще гуще. По идее, они должны были давно бы потянуться, но вот у них уже сейчас тут выглядывает листок один настоящий, и они такие коротенькие-коротенькие, они такие будут. Чтобы не быть голословной, я сейчас покажу, как выглядят чуть больше, чуть более старшая рассада, у которых уже раз, два, третий лист лезет. Это вот те же самые посевы, только более взрослые. Но тут вот я специально не стала выдергивать, два семечка попало другого сорта, сейчас вы поймете, какая разница. Вот у них третий лист, и они также загущенно посажены, посеяны. Видите, как густо. И все равно им уже, сейчас скажу, вот этим уже месяц третий лист ползет, и все равно они коротенькие, видите, вот такие вот. И тут как раз, как наглядный пример, попалось два семечка сорта, который более высокорослый. И разницу мы сразу видим. Вот такие были бы сеянцы с двумя настоящими листьями, если бы был сорт не толстоногий. Видите, какая разница? Они прям две выделяются, насколько, ну, сантиметра на два-натри в высоту. Вот это посевы для тоннелей. Ту же самую рассаду, если выращивать в теплице, вот я буду сеять сейчас новые, Настенька, Эдемидов, там любимый праздник, там уже будет и добарау, и пудовик, все высокорослые, и которые более нежнее, которые в тоннелях нельзя выращивать. Я сейчас буду их высевать в конце месяца, с 25-е примерно, по 30-е марта, потому что в теплице они более быстро развиваются, они вот эту рассаду догонят и перегонят, и там мне нужно будет даже тормозить ее. Ну так, несмотря на то, что видео про томаты, я покажу вам и перцы, которые я сеяла для массовых тоже, ну, для продажи. Вот это посев 3-го марта, сегодня 21-е марта, 3-го марта плюс неделю прибавляем 10-го марта, ну вот примерно им две недели. Видите, уже один настоящий лист вылазит, первый. И как видно, тоже очень густые посадки, густые посевы. И вот в таком виде я их могу держать целый месяц, с двумя даже листиками, с тремя, и только потом я буду рассаживать их по стакану. Тут уже не будет никакой второй, третий перевалки, потому что, как вы видите, посевы поздние, начало марта, перец венте, это у нас с коротким сроком, скороспелый. Вот так выглядят мои массовые посевы, то есть те, которые на продажу. И сразу хочу сказать про всхожесть семян. Вот сегодня прочитала один комментарий, пишет моя заказчица, что плохо у нее взошли семена, ну там она поштучно указала таких, столько-то, таких, столько-то. Но я вот на такие комментарии, на такие сообщения, я даже не знаю, что сказать, потому что я не вижу, я не знаю ваших условий. Я всегда вот про эти семена говорю, что я и написала, что я все остатки, какие у меня остались от продажи, посеяла себе, и видите, какие всходы. Вот здесь я сеяла даже погуще, но не в надежде на то, что не все сегодня взойдет, а с предостережением, что вдруг взойдет не все. Но даже последние семена у меня взошли все. И я не знаю, чем объяснить. Вот комментарии приходят разные, но не комментарии, а сообщения. Сегодня два сообщения открыла, в Одноклассники пришло. Один человек пишет большое спасибо, стопроцентная всхожесть, ни разу таких семян не видел. Другой пишет, у меня половина не взошла. Но с чем это связано? И вы даже можете, как бы это грубо ни звучало, но вы можете мне не писать, потому что я ничего уже сделать не могу. Ну как? Я не могу видеть, что там у вас произошло, почему они не взошли. Ну вот я ей пишу, что я даже последние семена посеяла, у меня все взошли. Я не говорю, что вы не умеете сеять, или с чем это связано, я не знаю. Ну вот я специально сейчас прошлась по всем этим вот лоткам. Если бы семена не всходили, как, ну массово так вот, совсем очень плохо, ну и у меня был бы такой же показатель. Я себе специально ничего не отбираю, и у меня нет смысла как-то их сортировать, их в куче, когда они отсортировать, их невозможно. Я вот все, что разошлю, остальное у меня остается, я сею вот себе на рассаду, потому что я знаю, что я выращу любые семена, в любом состоянии, даже если они взойдут слабенькие, я все равно их на солнце поставлю, распикирую, все будет хорошо. Но на удивление, семена всходят почти все. Вот я тут даже сделала загущенную посадку, ну думала, может быть, не взойдут. Нет, все как солдаты с встроенными рядами. Я, конечно, но мне остается только извиниться, если у кого-то что-то не взошло, виновата, конечно, я в конечном итоге, и люди так и думают, что виновата я, я признаю свою вину всю. Не буду никому говорить, что вы не умеете сеять, что что-то не так, может быть, и сделали, что, может быть, у вас грунт плохой, там, может быть, семя заглублено, и оно там сгнило перед тем, как зайти. Ничего этого я говорить не буду. Я, если честно, не знаю. До свидания. Не хочется на этой грустной ноте прощаться. Скажу до свидания опять на хороших словах о рассаде. Вот если вы только начинаете и хотите попробовать вот такие массовые всходы, посевы для продажи, не бойтесь, рискните. Видите, как они сейчас... Тут главное, конечно, создать условия. Главное создать условия, чтобы они взошли. Вот эти сразу, говорю, у меня всходили на этих... Вот это вот тёплый кусочек полота, одеяльца-то вот это, электроодеяло. Выщелкнулись все, выщелкнулись сразу. Если с первыми посевами я вам говорила, что плохо всходят через один, то тут видно, вот все они у меня прошли через электроодеяло. Так что ещё один совет, который я могу дать начинающим, вот когда вы посеяли в первый день, два, три, конечно, желательно создать им условия. Вот указывается 23-25, а вот у этих ещё больше, что даже при 20 градусах перец очень плохо всходит. Ему надо 25, может быть даже 28, все они теплолюбивые. Но как только взойдут, уже можно их выставлять в обычную температуру. Всё, это наша рассада на продажу. Будущая продажная рассада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова